доброе утро 29 августа я не на работу болтаем с вами письмо от 12 августа ольга несколько вопросов по поводу поведения сына и добрый вечер здравствуйте ольга спасибо вам за развернутые ответы на наши вопросы постараюсь кратко есть небольшое беспокойство по некоторым вопросам поведение сына 16 августа будет два года ну стукнула уже вкратце бафгар 78 рода были сложные 8 часов из них три часа были потоки ребенок не опускался из-за три часа было из-за этого его выдавливали вследствие чего гематома на голове наблюдались у невролога при рождении умеренно повышенная перевентикулярной эхогенности повышение умеренное повышение перевентикулярной эхогенности в шесть месяцев эхо признаки расширение mpc 9 месяцев были выявлены эхо признаки расширения боковых желудочков в год узи мозга делали в поликлинике сказали все хорошо до этого делали в перинатальном центре первое основное это практическое полное непослушание особенно на улице гуляем на площадках и в парке если рядом проезжая часть то либо в коляске либо за руку идем то есть если ребенку взбрело куда-то побежать его ничто не останавливает иногда слово машина или велосипед может временно остановиться но потом но потом может продолжить свой побег именно побег а не ходьба я не могу сказать что я не объясняю что это опасно или что я ребенку уделяем мало внимания нет он изначально был ураган как правильно себя вести как объяснить да нет как 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 правило себя вести к объяснить тут ребенок нужно видеть раз он с каким-то особенностями в родах нужно вообще полностью вот от осмотреть что он из себя представляет чтобы дать рекомендацию моя рекомендация как правило к норме относятся к общему, а когда есть индивидуальные какие-то особенности, не будет рекомендаций, пока ребенка не увидим. Что, его по полной нужно вообще сейчас вытряхнуть и посмотреть, как, что, где, как работает. Так, как правильно себя вести, как объяснять? Вопрос увлажняется, усложняется, наверное, тем, что я в положении, иногда мое сердце уходит в пятки, когда сын может рвануть из двора. И я кидаю коляску и бегу за ним. При этом он хорошо с детьми общается, он очень быстро схватывает на лету новую информацию, хорошо знает цифры, цвета, частично называет буквы. С интересом повторяет новые слова и пытается составить предложение из двух-трех слов. Второе беспокойство – это врачи и поликлиника. За год мы не болели и ходили к врачам только из-за прививок. И это отразилось на сыне. Только мы заходим в поликлинику, он говорит, больно-больно. Как правильно себя вести с сыном? Это когда-то просто само пройдет, и мне сейчас надо максимально оберегать его, успокаивать, говорить слова поддержки. Да никогда это не пройдет. Медицина и боль стоят в одной строке. Всегда, всегда все процедуры, кроме электрофореза какого-нибудь, или там еще чего-нибудь, все связано с болью. Когда у нас медицина была прекрасным, каким-то таким приятным времяпровождением. Никогда прививки, уколы, вправление, вывих каких-то, что там еще. Ну, все это не очень приятно. И взрослый человек лишний раз туда не пойдет. А что говорит про ребенка? Мы уже говорили много раз на эту тему, что… И чтобы совсем уж не впадать в истерику, это в это дело поиграть дома, завести какие-то медицинские инструменты, стараться лишний раз в поликлинику не ходить, а если уж прям надо, и деньги позволяют уж лучше домой кого-то пригласить. Вот. Или в частный пойти, где будет повышенное внимание, там все с бубнами, с танцами, все это будет происходить менее болезненно. Но с возрастом, когда воля появляется, когда мы заживаем волю кулак и терпим, скулим и терпим, и ждем, когда нам сделают прививку. А так, да, будут плакать, что делать? Делать процедуру, будут плакать. Дома объяснять, все рассказывать, в это дело играть, чтобы какое-то понимание было. С возрастом, ну все равно, ты всегда это страх. Как выйти к стоматологу, знаешь уже, что все, тебя безбольше, тебя по головке погладь, Тараса Станиславовна, да, песенку тебе споет. И все равно ты идешь, и ночь накануне ты вообще не спишь. Это всегда это болезненное дело. Пройдет, проговаривайте, ну, делайте свои дела. Ну, старайтесь, может быть, на дом как-то вызывать. Или в частную. Так, а по поводу, вот, почему он бежит, нужно разобраться, чего, не слышит, не понимает инструкции, как бы привык, что за ним догоняет, ему кажется, игра, он хохочет и бежит. Это я бы, ну, поговорила бы на эту тему, поспрашивала, чтобы понимать из какой-то области. Вы кричите, и вообще он вас не слышит? Значит, какой-то сбой в программе произошел. Либо он слышит и знает, что сейчас за ним побегут, радуется, для него это игра, и давай еще больше. Значит, гулять в местах менее опасных, один раз, если вы в безопасном совершенно месте, как мы уже говорили, проучить вот так вот, кто-то знакомый вам за ним идет, а он этого не знает, но это в безопасном все месте, а вы, ну, беги, беги, беги. Вот, если это адекватный ребенок, совершенно соображающий, делает его и считает, что это в процессе игры, то просто один раз покажите, что вы не пошли, чтобы он остался один, ему стало страшно, и в следующий раз он уже подумал, бегать или не бегать, да, ну, такой эксперимент, мы уже о нем говорили. Вот. А если это действительно неадекватная какая-то ситуация, вы кричите, а у ребенка все прям, вот у дела закусил, и, как говорится, крыша прям съехала, и все понесло. Значит, надо разбираться в этой крыше, где там сбой какой-то дается, связанное с гематомами, с желудочками, или не связано. Здесь нужно прям, чтобы ребенка посмотрел на психолог и сказал, что в адеквате мы или не в адеквате. Здесь нужен ребенок, мне сложно что-либо сказать. 12 августа, Ольга, 2 года ребенку, несколько вопросов по поводу поведения сына. Ответили.